Приветствую, друзья. Владимир Путин объявил мобилизацию. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Он назвал ее частичной, но распространил на всех мужчин до 50 лет, а в случае офицеров и старше. Наши знакомые уже получили повестки, теперь все будет зависеть от положения на фронте. С этим решением тянули до последнего. С одной стороны, было страшно, что мобилизация провалится, ведь нет большего удара для власти, чем массово неисполняемое решение. Вот ты объявляешь мобилизацию, а на призывной пункт никто не приходит. И что делать? Каждого приводить силы – это невозможно. Это десакрализация власти. С другой стороны, мобилизация – это выдача населению оружия. А вдруг мобилизованные граждане справедливо посчитают, что охрана Кремля вооружена хуже, чем ВСУ? Как же Путин объясняет необходимость мобилизации? Признаться честно, такой смеси вранья, бреда и маркобесия я не слышал никогда. По сравнению с Путиным, даже речи Брежнева о периоде маразма кажутся стройными и логичными. Уважаемые друзья, тема моего выступления – ситуация на Донбассе. И ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота. Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. Вот, заметили подлог. Если речь о Донбассе, то при чем здесь территориальная целостность России? Я даже не буду обсуждать вопрос, а почему победившая на выборах украинская власть – это вооруженный переворот, а сфальсифицировавший все выборы Путин – это типа нормально, законно. Но почему нужно идти первыми, убивать за границу своего государства, чтобы защитить его, своего государства, территориальную целостность? В ходе решения главных задач по защите Донбасса наши войска, исходя из планов и решений Министерства обороны и Генерального штаба по общей стратегии действий, освободили от неонацистов и значительные территории Херсонской и Запорожской областей, ряд некоторых других районов. Здесь логика становится еще мощнее. То есть, чтобы защитить территориальную целостность России, Путин пошел воевать на Донбасс. Чтобы защитить Донбасс, потребовалось захватить Херсон и Запорожье. А дальше что? Опять Киев? А может сразу Вашингтон? Может всем сгореть в атомном огне, чтобы защитить часть Украины от выбранной украинцами же власти? Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России. Что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. Коварный Запад хотел на нас напасть, поэтому мы нападем и захватим весь мир, чтобы предотвратить войну. Кстати, стесняюсь спросить, а когда Путин говорит, что знает цель Запада, это вот он как выяснил? Как обычно через подсознание Мадлен Олбрайт? Впрочем, многое из кремлевского знания получено не иначе, как через экстрасенсорные способности. Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. У вас же типа референдумы еще не назначены. Да и про то, какой из режимов нацистский, так вы знаете, многие уверены, что нацистский режим в Кремле. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Вы же не знаете результатов референдумов, а обещаете поддержать любое решение, причем референдумов еще не объявленных. И вы уже объявляете мобилизацию, чтобы ввести в эти области дополнительные войска. А может они вообще назначат референдумы про то, чтобы присоединиться к Америке? Тоже поддержите? Кстати, а зачем вообще нужны дополнительные солдаты и мобилизация? У нас ведь не война, а просто какая-то там специальная военная операция, цели которой успешно достигаются. Или что-то пошло не по плану. Кстати, из объяснения Шойгу необходимость мобилизации вообще не вытекает. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. Если российская армия потеряла 6000 человек, а украинская 100 тысяч, то зачем нужна мобилизация? Или Шойгу что-то недоговаривает? Вообще, конечно, верить Шойгу – это себя не уважать. По его словам, 300 тысяч мобилизуемых – это россияне с боевым опытом и военной специальностью. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто а – отслужил, б – имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, имея боевый опыт. Причем общий мобилизационный ресурс россиян с боевым опытом и военной специальностью – 25 миллионов человек. У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевый опыт, тех, кто имеет военные специальности. У нас их почти 25 миллионов. 25 миллионов россиян, имеющих боевой опыт? Серьезно? После Великой Отечественной войны было меньше. Шойгу нагло врет, потому что ему страшно, и Путину страшно. Страшно проиграть в войне, поскольку это будет означать потерю власти и, возможно, жизни. Страшно объявить мобилизацию, потому что это тоже дорога в один конец. Но выхода у него нет. Фронт требует пушечного мяса. А значит, мобилизация будет расширяться. Суть происходящего предельно проста. Хотели устроить маленькую победоносную войну, напали на Украину, просчитались, стали проигрывать. Но отступление означает потерю власти, поэтому Путин и компания постоянно повышают ставки. Сначала были контрактники и профессиональные войска, потом добровольцы, Росгвардия, чеченские национальные батальоны, затем зэки. Сейчас пришла пора мобилизации. Путину тяжело объяснять гражданам, почему вот эта самая маленькая победоносная война против якобы не имеющей народной поддержки киевской власти идет уже полгода. Еще тяжелее объяснить, почему он, гениальный стратег Путин и его поднятая с колен армия, эту войну проигрывают. Проигрывают настолько, что требуется мера в последний раз применявшаяся в Великую Отечественную войну. Поэтому появляются бредовые, противоречивые себе объяснения. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя. С последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета. С полным разграблением нашей страны. Путин-то сам свой текст перечитывает перед записью видео. Если Киев подталкивают к переносу военных действий на территорию России, то сейчас военные действия где? На территории Украины. И это нормально, это нигде не жмет. Нам можно вести агрессивную войну на чужой территории, а все остальные должны ограничиваться только своей. Нам можно воевать, но если кто-то хочет разгромить нас на поле боя, то этого делать нельзя. Путин сам-то себя слышит. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Нет, это не Запад. Это вы, Владимир Владимирович, перешли всякую грань. Грань реальности, грань здравого смысла, грань вменяемости, наконец. Послушайте сами себя. В Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях до начала боевых действий проживало более 7,5 миллионов человек. Многие из них вынуждены были стать беженцами, покинуть родной дом. Вы не освобождаете людей, вы оккупируете соседнюю страну, вы несете туда смерть, горе и разрушение. Оправдания для этого придумать не получится и не получается. Как ни старайтесь. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мобилизация нужна Путину не для защиты территориальной целостности, безопасности и суверенитета России. Их-то он как раз разрушает с каждым днем все сильнее. Мобилизация нужна ему для сохранения власти. Без победы в Украине его власть не сохранится, поэтому за ценой он не постоит. Вернее так, цену назначит он, а платить будет общество. Но и мобилизация это не предел. Путин прямо грозит применить ядерное оружие, если Украина будет защищать свою территорию, которую он сейчас присоединяет. Это вообще смерть всему живому, поскольку никто не смирится с его шантажом. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блем. Сначала Путин отнял у российских граждан свободу. Затем лишил будущего. После отобрал материальное благополучие. Сейчас лишает жизни. Какое-то время назад можно было сказать, что самая разумная, хоть и эгоистичная стратегия выживания при путинском режиме это сидеть тихо и не лезть на рожон. Действительно, если вы не оппозиционный политик, не активист, не владелец привлекательного бизнеса, не журналист или не ученый, то можно было рассчитывать пересидеть Путина. В конце концов, он не очень молод. Мобилизация меняет эту ситуацию. Отправлять умирать на фронт будут не только оппозиционеров. Путин враг всего мира. И в том числе российского общества и российского народа. Сегодня это должно быть очевидно абсолютно каждому. Противодействие преступному режиму Путина – дело чести и совести каждого человека, каждого гражданина России. Все, кто добровольно содействует или будут содействовать режиму в его преступных планах, пристанут перед судом. Те, кто пытаются избежать мобилизации на преступную войну, те, кто будет уклоняться от призыва, бежать с призывных пунктов, сдаваться в плен или переходить на сторону защищающегося народа Украины, заслуживают всяческой помощи и поддержки. Счастливо!